Приветищи! Мы продолжаем играть в Сугнатику, поскольку ты поставил огромное количество лайков на предыдущее видео и огромное количество комментариев ты написал, чтобы я продолжил в неё играть, несмотря на то, что игруха уже год как вышла. У неё уже вышло дополнение про ледяное царство какое-то там, что воды везде замёрзли. Я знаю об этом дополнении. Но мы в него начнём играть после того, как пройдём эту Сугнатику. Так, у нас здесь, смотри, радио чё-то пищит. Послушаем. Говорит Эври Куин, старого корабля «Солнечный луч». Аврора, вы нас слышите? Приём. Один только вакуум. Ох уж эти корабли-альтеры. У них заканчивается смазка в двигателе. Они шлют сигнал «СОЛС». Предлагаешь им помощь. Они не отвечают. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам всё ещё нужна помощь? Приём. Конечно нужна, ты чё? Эй, дядя! Попробую ещё раз завтра. Чёртов устав заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая на побегушках у альтеры. Эй, эй, чуваки! Алё, приём! Долбанное радио! Похоже, что с него я не могу позвонить этим чувакам, солнечного зайчика, или как они там, и сказать, что они летели поскорее сюда! А также спасибо за твой крутой комментарий по поводу того, как сделать глайдер. Чтобы его сделать, ты написал, нужно сделать вначале сканер. Где он у нас есть? Сканер, сканер, сканер. Вот он, сканер. Для него нужна батарея. Смотри-ка, у нас батарея-то уже есть. Грибы у нас есть. Медную руду мы в прошлой серии с тобой собрали. Делаем батареечку. Нифига себе батареечка, ты видел, какая она здоровая? Так, делаем сканер. Спектроскопический сканер может быть использован для составления чертежей на основе собранных технологий и записи инопланетных биологических данных. Ништяк, мне-то это и нужно было. Сканер, сканер, сейчас мы его переместим вот сюда, вот строительный аппарат, сюда. Достаем сканер. Опа, похоже, знаешь, на видеокамеру. Я сделал себе видеокамеру, сейчас буду блок снимать. Ладно, все поплыли за глайдером. Отсканируем его. Где я его видел? Вот коробочка. Глайдер, я пришел тебя сканировать. Зажимаем кнопочку. А че я свои руки-то сканирую? Самосканирование завершено. Жизненные показатели в норме. Продолжай наблюдение. Да нафига я сам себя-то отсканировал? Блин, глайдер. Я хочу тебя отсканировать. Во-во-во, ну давай-давай-давай-давай. Как я сканировал? Вот, наконец-то. Ништяк. Глайдер отсканировал. Блин, так это я отсканировал только один из двух фрагментов. Нужно еще второй найти. Второй я, кстати, видел где-то неподалеку здесь. Во-во-во-во-во, смотри, в пустяках запрятался. По-моему, это второй фрагмент глайдера. Ну-ка. Что это? Фрагмент сборщика транспорта. Давай отсканим. Мы собрали только один из трех фрагментов сборщика. Надо еще два где-то найти. Но сейчас-то неважно, нам нужно сделать глайдер. Ух ты, сколько здесь запчастей, ты только глянь. По-любому здесь что-нибудь интересненькое будет. Оп-оп-оп, я вижу здесь у нас фрагмент грави-ловушки. Она мне понадобится. Что у нас здесь есть еще? Внимание, кислород осталось 30 секунд. Мне хватит, чтобы здесь все облазить. Так, это что у нас? Фрагмент радиомаяка. Сканим. Еще грави-ловушки. Все чертежи грави-ловушки мы собрали, значит, теперь мы их можем делать. Так, так, так. Кажется, вот это могу сканировать. Это что? Что это такое? Холодильник, что ли? А, это стойка. Значит, буду дизайнерскими всякими штучками-дрючками заниматься на своем корабле. Стойка мне, в принципе, пригодится. Надо же обустраивать свой маленький корабль. Ну что, вроде бы здесь все отсканировали. Поплыли дальше. Смотри-ка, сколько здесь известняка. По-любому где-нибудь медь должна быть. Что это у нас? Че-че-че-че-че-че за руда? Куда катишься? Серебряная руда. Забери ты ее. Комплекты проводки на основе серебра это важный компонент. Ништяк. Ништяк-ништяк. Еще разобьем. Титан. Есть у нас титан. Медная руда. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А ну уйди отсюда. Что это за фигня плавающая? Че это за червяк такой? Он так на меня ринулся. Я чуть не кирпичей не наделал тут водных. Так. Где еще здесь известняк видел? Не-не-не. Где ты? А, вот он. И кислород заканчивается. Вот блин. Титан. Забираем. Все, поплыли отсюда. Ой-ой-ой-ой. В глазах темнеть начало. У-ху-ху-ху. Я выплыл. Я думал, что все. У-ху-ху. Задохнулся. Так, кстати, надо водички попить. У меня там готовочка была. Смотри-ка, смотри-ка. Что это такое? Что это такое? Кажется, это соль. Отложение соли. Нифига себе. Забираем. Ништяк. Можно будет рыбку посолить. А тут у нас что? Медная руда. Опаски. О, радио мигает. Послушаем. Аврора, это снова солнечный луч. Мы только что обнаружили большое поле обломков ваших координат. Да ладно, че, серьезно, что ли? Я не знал, насколько плохо. Сколько вас? Я не знал. Мы сейчас в пути к вашему местонахождению. Мы заберем вас домой. Солнечный луч, конец связи. Да, кстати, дело в том, что этот чувак спасатель. Он летит за мной. Сказал, что неделю будет лететь за мной. Я офигел. Думал, офигеть, ты долгий. И вот сейчас он извиняется за то, что, мол, он не в курсе, какой мы кораблекрушение потерпели. А именно вот такой вот. И сейчас он попытается как можно быстрее сюда прилететь, типа. Так, вижу еще один бокс. Что у нас тут есть? Че, пустой, что ли, и что? О, глайдер, последняя деталька осталась, как раз мне. Шикос, глайдер у нас готов. Пойдем посмотрим, что нам для него нужно. Вот так, глайдер. Сейчас мы тебя соберем. Где-то у нас есть. Нужна смазка, медный провод, батарея, титан у нас есть. Значит, посмотрим. Мы можем сделать медный провод. Вот он. Смазку можно сделать из семян. Они у меня есть вот здесь, в хранилище. Делаем смазку. О, смазка. Необходимо в строительстве транспорта и энергоустановок. Осталось сделать только батарею. Жалко здесь магазинов нету. Так бы сходил, купил. Для батарейки нужны кислотные грибы. Не беда. Сейчас сплаваем. Достаем наш ножик. Вот они, грибочечки. Сейчас мы их срезим. Резим, резим. О, нифига себе. Оказывается, если их ударить ножом, так они кислотой тебя брызгают. Это... Ну да, да, да. Как меня потрепали эти ядовитые грибы. Аптетичка. Ну что, вроде бы грибов у меня достаточно. Батарейку делаем. Есть глайдер! Наконец-то! О, да! Морской глайдер увеличивает вашу эффективную дальность исследования. В целях вашей безопасности, пожалуйста, не забывайте собирать припасы для долгих путешествий и всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы. Спасибочки за инфу, но я на все это начхал. Я поплыл кататься. Ха-ха! Так, а где мой глайдер? Глайдер? Как тебя достать? Ой, так его еще и заряжать нужно. Ё-моё, мы в каком веке-то живем? До сих пор заряжаем все устройства. Значит, переносим его вот сюда. Достаем его. О, крутая штучка. Чё, куда поедем? Покататься? Нифига себе! Вот это круто! Так на ней еще и сканер есть. Она прям сканирует всю поверхность подводную. И я могу видеть, где есть какие скрытые пещеры. Куда можно заплыть? Нет, сюда я не буду заплывать. Надеюсь, что мне это поможет в поисках интересных каких-нибудь вещичек. Ого-го, смотри, я уже что-то нашел. Сканирование показывает расположение неподалекого входа в пещеру на глубине 90 метров. Чё за фигня, что меня ударило? Чё, кислород заканчивается, надо всплывать. Где эта пещера? Вот эта, что ли? Вот эта пещера? Нифига себе, вот эта пещерка. Внимание! Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снижается. Ух ты, нифига себе, какие глаза огроменные! Что это здесь такое? Я вижу там какие-то бочки, смотри. Нифига себе! Как здесь красиво. Внимание! Пройдена отметка в 200 метров. Эффективность кислорода значительно снизилась. Блин, вот это красотища! Так, нам надо отсюда уплывать быстрее, как можно скорее, как можно скорее! Чёрт подери! Неужели я не успею выбраться? О, да. Я не успею выбраться. О, что? Я глайдер в руках держу. Ну, благо, что глайдер меня всё-таки вытащил. На поверхности я добрался до капсулы. Так, у нас маяк чё-то мигает. Чё там говорят? Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Это Оззи из кафетерии! Какого чёрта, ребята? Нам не говорили, что такое может произойти! Нашу капсулу чуть не раздавило всяком мотыльков! О, чувак, тебе ещё повезло. А теперь мы висим на краю пещерной системы. И эта жуткая, змееподобная тварь пытается прогрызть обшивку! Заберите нас уже! А где вы есть? Ребят, я бы вас забрал, конечно. На своём глайдере-то крутом. И знать бы, сколько вас там. Вылазим. Маяк не определил, где эти мотыльковые оборванцы? А, во, смотри, капсула 17 упала рядом с пещерной системой. Чё, поплыли к ним? Надо же спасать ребят! Кстати, да, оказывается, что вот этот сканер на глайдере я могу отключать. Вот так вот делаю. Вот так вот. И всё. Етишкин корень! Что это за штука? Это типа огромная черепаха? Она опасна, интересно, или нет? Офигеть! Ты посмотри, как она дышит! Жуткая вещица. Внимание, кислород, 30 секунд. Исплываем. Блин, так это же живая, плавающая планета! По ней бродить ходить можно. Давай её отсканируем, посмотрим, что сканер скажет. Рифоспин! Как мы его долго сканируем? Огроменная штука всё-таки. Так, местные формы жизни. Рифоспин. Левиафан. Кстати, мне про него писали в комментариях. Да, он меня удивил. Бесспорно. Это очень классная штука. Меня сюда засысёт? Нет. Я не хочу быть проглоченным левиафаном. Значит, мы доплыли до нашего отряда мотыльков. Вот она, капсула 17. Надеюсь, есть выжившие. Ребята, где вы там? Как вам подобраться? Вроде бы... О, боже. Мы не успели. Мы не успели. Очень плохо. Либо они сбежали, либо их загрызли. Чёрт подери. Вечно я не успеваю. Ладно, давай сканируем фрагмент мотылька. Чертежи мотылек. Блин, так это же этот... Я думал, отсек с мотыльком, это там бабочки какие-то летали в этом отсеке. А это, оказывается, мотылек, это маленькая подводная лодочка. Что у нас здесь ещё есть? Что я могу отсканировать? Оставленный КПК. Заберём. Кислорода мало, надо всплывать. Глайдер, 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 выручай меня. Поплыли скорее на поверхность. Чё, вроде бы мы здесь всё забрали. Больше забирать здесь и сканировать нечего. Поплыли отсюда. Смотри, смотри, чё это там в песке? Твою ж налево! Не-не-не-не, подлетай ко мне, дружище. Вот это у тебя глотка. Да ну нафиг. Фух. Уплыли. Так, мы заплыли в водоросли. И мне тут показывает, что нужно бы их отсканировать. Давай попробуем, посмотрим, что нам скажут. Мы, правда, и так уже знали, что эта штука нам полезна. Зачем я её сканировал, неизвестно. Я так понял, что теперь, когда у меня появился сканер, я должен сканировать абсолютно всё. Всё, что вижу. Даже вот этих вот... Как ты близко проплыл. Даже вот этих вот маленьких существ. Блин, на ходу это делать очень сложно. Есть, отсканировал наконец-то её. Смотри, какая рыба классная. Ну-ка, давай её поймаем. Кольцевик. Твою ж налива. Кислород. Рыба Гэри. Нифига себе, какую рыбку я поймал. Фух, наконец-то мы взобрались на нашу капсулу спасательную. Нам нужно подкрепиться. Срочно нужно сделать водички. И давай попробуем сделать солёную рыбу. Посмотрим, что она нам даст. Блин, ты посмотри. Вся засоленная рыба, она вызывает обезвоживание. Но это как бы очевидно. После соли хочется пить. А воды у меня не так уж и много. Поэтому предлагаю просто зажарить какую-нибудь рыбку. Во, новенькая рыбка, кольцевик. Написано, никогда не ешьте ухи. Я и не собирался. Есть кольцевик, сготовлен. Попробуем на вкус. Для тех, кто привык к синтетической еде, вполне нормально испытывать отторжение от мысли. Не забывайте, что люди выживали таким образом на протяжении многих тысячелетий. Вы тоже сможете. Мы в таком будущем, что мы не едим синтетическую еду? А тут мне её приходится есть? Да уж, такое будущее мне не очень нравится. Значит так. Предлагаю тебе сделать нам увеличенный кислородный баллон. Для этого нам нужно стекло и обычный кислородный баллон. Кислородный баллон у нас есть. А вот стекло, по-моему, мы можем сделать из соли. А также я хочу сделать ещё компас. Для этого нам нужен комплект проводов и медный провод. Давай же посмотрим, что мы можем сделать. Вот, стекло из кварца. Ааа, кварц, точно, я же говорил, что он пригодится. Вот, значит стекло из кварца мы сделали. Теперь нам нужно снять наш обычный кислородный баллон. Вот он. Снимаем его. Вот так. И делаем баллон высокой ёмкости. Ух ты, нифига себе, да он по компактней выглядит-то. Шикос. Теперь мы точно сможем сплавать в ту глубокую пещеру. Смотри-ка, у меня ребризер появился. Это кислородная маска, которая нужна при глубоком погружении. Она сберегает кислород. Комплект проводов нужен. Серебряная руда. Для комплекта проводов нужна серебряная руда. У меня же она вроде была. Или я её уже зарасходовал. Вот, блин. Пошли на поиски серебряной руды. Пещерочка. Я слышу, что кто-то перданул. Ага, это ты, пердоля. Плавающая пердоля. Значит так. Вот он, известняк. Разбиваем. Что у нас здесь? Медная руда. Мне нужна серебряная. Смотри, в какую пещерку я заплыл. Офигенно, сколько здесь известняка. Помните, самое распространённое осложнение для пещерных ныряльщиков, это потеря ориентации с последующим удушением. Ээээ, спасибо за такую шикарнейшую новость, когда я нахожусь в какой-то пещере и глубоко под водой. Нифига себе, я золото нашёл. Фу, я золотодобытчик. Фу, я золотодобытчик. Внимание. Блин, кислород на 30 секунд осталось. Надо бы побыстрее. Надо побыстрее откапывать этот известняк и валить отсюда. Чёрт, как кислород быстро уходит. Глайдер. Поплыли. Поплыли. Я потерялся. Чёрт подери. На поверхность. Прикольно, когда ты... Серебряная руда. Наконец-то нашёл. Смотри, как я ломаю известняк. А, погоди, это не известняк, это выступ песчаника. Вот, свинец. Шикарно. Короче, я не выпускаю из рук глайдер. И каким-то макаром ломаю вот эти известняки и выступ песчаника. Плаваю я, значит, все пиранья долбаные. Не мешай мне снимать, у меня блок здесь. Значит, плаваю я такой плаваю. И смотри, что нашёл. Давай-ка мы это делаем сканерном. Это фрагмент лазерного резака. Ништяк. Правда, мне этих фрагментов ещё две штуки где-то надо найти. Короче, если он у меня появится, я смогу резать всякие штуки. Надеюсь, по крайней мере, на это. Блин, у меня у глайдера 2% осталось. Его надо каким-то макаром зарядить. О, бита. Без него как без ног. Всё, глайдер сел. Нужно источник питания заменить. Ох. Ну что, я думаю, что мы достаточно с тобой серебра набрали. Там, по-моему, два кусочка я нашёл всё-таки. Вот точно. Комплект проводов мы точно сможем сделать. Ух, ты ж нифига себе комплект. Комплектище, я бы даже сказал. И что нам ещё для маски нужно? Сетчатое волокно. Для этого нам нужны водоросли. Водоросли... О, у меня всего одна водоросля есть здесь. Это плохо. Значит, плывём с тобой срезать водоросли. А ещё у меня проблема с тем, что я хочу пить. И у меня здесь... Иди сюда, дай я тебя порежу. Сейчас вот так вот получаю. Вот поняжу тебе... Ещё один. Это битва. Выкуси-накуси. Вот так вот. Всё, они засали и уплыли. Так, значит. Мне нужно поймать ещё пузырика, чтобы сделать из него воду. Фух, наконец-то я сделал кучу воды. Сейчас пополним. Жизненно важные показатели стабилизировались. Мне написали... Пополнили мы с тобой запас жидкости. И сейчас ещё заодно перекусим. Вот так вот. Всё. И у нас радио чё-то пищит. Давай послушаем. Говорит Солнечный Луч. Знаете, Аврора, мы родом из маленького трансгосударства на дальнем конце Андромеды. И у нас есть такая поговорка. Нет худо без добра. И нет добра без худо. Похоже, первого вы уже нахлебались с лихвой. Но это только означает, что вы давно заслужили целую кучу второго. Ага, то есть ты хочешь сказать, что мне подвезли говнеца, да? Может быть, это как раз мы. А, то есть вы куча говнеца, да? Ясно. Мы прямо сейчас сканируем планету на предмет места припарковаться. Вот вы... О, господи, какие же вы тупицы. И мы выйдем на связь, как только его найдём. Солнечный Луч, конец связи. С кем приходится работать вообще? Солнечный Луч, у вас название должно быть жопа-жопное. Прилетели они меня спасать. Я вроде бы все ресурсы собрал. И мы сейчас сможем сделать сетчатое волокно. А с ним мы сможем и сделать нашу ребризер-маску. Отлично. Осталось только подзарядить батареечку для глайдера. А для этого нам нужен кислотный гриб, который я повыкидывал нафиг чертям. Потому что их очень много здесь. Вот такие грибочечки. Ножик не достаем. Просто собираем. Делаем батареечку. И здесь вот есть ещё вот такая вот батарейка. Переносной источник питания с высокой ёмкостью. Может быть мы вот эту батарейку лучше сделаем? Сделали две батарейки. Теперь мы можем сделать энергоячейку. Ого! Ты видал, какая батареечка? Интересно, она для глайдера подойдёт, нет? Попробуем. А-а-а, чёрт подери. Не подходит. Значит нужна простая батарейка. Простая батарейка есть. Ну-ка глайдер, не подведи меня. Ништяк. Глайдер заряжен. Теперь мы можем опуститься. А, подожди. Надо маску одеть. Маску, маску, маску. Где она у меня? А, она уже одета. Шикарно. Ну всё, поплыли в ту глубокую пещеру. Надеюсь я там много интересного найду. Вот она. Вот она наша расщелина. О, блин. Радиация меня смущает. Она чё, ближе стала тут подбираться к нам? Да ладно, в этот раз, в прошлый раз, когда я плавал сюда, здесь не было радиации? Вы чё? Какая нафиг радиация? Вы о чём вообще? Неужели я от радиации тут скрючусь? Так, мы снова в этом месте. Мы доплыли до вот этой интересной штуки. Что же это у нас такое? Знаешь, что я забыл взять? Факелы, факелы я забыл. Какие факелы под водой? Блин. Шашки забыл взять, во. Так, ну, думаю, здесь света, в принципе, вот от этих вот штук нам будет. Ого. Условия в данной пещере предполагают существование микромира, состоящего из уникальных и, возможно, хищных существ. Где-то поблизости обнаружена искусственная структура. Ну, наверное, это вот эта вот искусственная структура. Давай отсканируем вот эту огромную медузу. Медузный гриб. Интересно, я с неё могу собрать что-нибудь при помощи ножика? Ладно, пока не будем. Пробовать многоцелевая комната. Её отсканируем. Блин, так это ж прикинь, я сейчас... Я сейчас вот эту структуру отсканирую и смогу её воссоздать у себя возле капсулы. Офигенно! Надо всё это дело отсканировать срочно. Срочно, 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 срочно. Ой, так я сюда заплыть могу? А, нет, не могу. Блин, а можно туда как-то попасть? Пожалуйста. Я хочу сюда залезть. Кислород остался 30 секунд, надо всплывать. Надо всплывать, глайдер. Поплыли наверх. Да, к сожалению, к сожалению, кислорода моего всё равно не хватает. Я здесь вижу ещё какие-то коробочки. О, стазис винтовка. Не знаю, что это такое, но выглядит на чертежах очень мощно. И круто. Блин, я действительно сюда заплыть не могу. Это очень жалко. Это у нас теплоэлектростанция. Сканируем. Что ещё здесь сканернуть можно? Стыковочные шахты. Фрагмент стыковочной шахты. Здесь у нас что? Что это, что это, что это? Модификационные станции. Сканируем. Стазис винтовка. Все чертежи для винтовки собрали. Что ещё здесь есть? О, поставленный КПК. Давай возьмём. Потом почитаем. Это что такое? Устройство энергоячеек. О, зарядное устройство! Мне оно нужно. Ништяк. Ещё чуть-чуть у нас осталось времени. Как только будет 30 секунд, надо будет всплывать. Чё, всё? Не всё я здесь отсканировал? Не знаю даже. Всё, всплываем. Всплываем на поверхность. Блин, конечно, радиация. Это меня очень бесит. Нужно срочно сделать радиационный костюм. Фух. Мы всплыли. И посмотри на моё здоровье. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. И аптечки... А, нет, у меня есть аптечка. Воспользуемся. Шикот. Это было очень интересно и любопытно. Так, так, так. Давай посмотрим, что нам нужно, чтобы построить жилой отсек. Инструменты. Нам нужен строитель. А для строителя нужна микросхема. Микросхема. Образец пластичного коралла нам нужен. Всё остальное я, в принципе, добуду. Но это уже будет в следующем видео. На этом наше с тобой погружение заканчивается. Если тебе было интересно... Нифига себе, там смотри, что летает. Ого. Ого-го. В общем, если тебе было интересно, то с тебя лайкос, комментос под видос, а также подписочка, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующего видоса по Собнатике, ну или по другой, по твоей любимой игре. В общем, не забудь подписаться. Я с тобой на этом прощаюсь. Тебе удачки. И пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok